добрый день дорогие друзья я вновь вас всех приветствую на своем канале канале о вязании и не только меня зовут Ирина Маркелова и это мое видео очередной влог такой сборная солянка я каждое утро стою и выхожу на балкон смотрю какая на улице погода потому что все надеюсь когда же наконец-то вот этот ветер утихнет но он пока не утихает с одной стороны вроде как и неплохо хоть какой-то сквознячок в квартире потому что в квартире дышать нечем наш дворник пожарею убирает вот вышло очередной раз и ветер как был так и есть видите вроде как сегодня немножко потише хотя нет наверное не потише видите он как бы налетает и у меня как всегда утром здесь жара сейчас уже 9 час я сегодня не в очень хорошем настроении потому что меня 6 часов опять по будку устроили соседи я не знаю как мне с ними бороться чтобы они меня не будили я пыталась уснуть после того как очередной раз хлопнули дверью как я не пыталась уснуть я больше не смогла хотя я вчера легла в первом часу ночи вот что мне делать вот такой у меня организм меня поймет тот кто кого такой же организм как у меня вот естественно я проснулась без настроения но вот как бы снимаю влог из-за того что думаю может быть все таки в процессе моего любимого дела настроение придет всем привет сегодня 28 июля июля опять на улице жара я как всегда со своего балкона снимаю и шлю вам приветствия потому что каждое утро выхожу на балкон смотрю что за погода прежде всего потому что так как у меня лоджия полностью на кухню на комнату не всегда понятно что за погода на улице поэтому я выхожу смотрю на свою акацию как она себя ведет сегодня вроде бы как ветер немножко потише видите она спокойная но говорят что это ненадолго вечером обещают дождь сегодня на обед у меня суп такая маленькая кастрюлька я думаю что это литр может литр двести но не больше здесь у меня жарится уже лучок с морковочкой вот можно сказать пассируется я немножко сливочного масла добавила и вначале лук бросила немножко спассировала теперь морковочку здесь у меня уже вода и картошка без бульона без ничего как говорится пустой сок дальше у меня это ячневая крупа и сейчас поджарится лук и морковочка я добавлю туда у меня малосольные огурчики чуть-чуть осталось вот я их порезала и сейчас добавлю в общем называется его слепила из того что было но я делала делаю это уже не первый раз и у меня будет очень очень вкусный суп обжарилась морковочкой лучок и я добавила порезанные огурчики теперь они обжарятся затем я на слабый огонь прикручу и они еще чуть-чуть протомятся прям буквально немножко минут пять водичка закипит я добавлю мою крупу крупа тоже с картошкой минут двадцать покипит ну и я покажу какая у меня красота получится ну вот мой суп практически готов видите какой он красивый густой получился очень люблю этот суп варю его очень часто и вы знаете он очень сытный несмотря на то что он сварен не на бульоне он очень сытный я как всегда добавляю но в суп я обычно где-то пол чайной ложки сахара добавляя скажете для чего вы добавляете сахар я прочитала о том что сахар усиливает вкусовые качества блюда поэтому я с некоторых пор стала добавлять во все свои блюда немножко сахара вот по вкусу соли соли у меня вообще совсем немножко потому что я как бы стараюсь не солить свои блюда но совсем без соли не могу можно поперчить конечно можно и зелень добавить но я добавлять зелень не буду я ее буду добавлять уже непосредственно перед употреблением ну что мои хорошие желаю я вам приятного аппетита у кого разыгрался аппетит и глядя на мое такое блюдо я вам желаю приятного аппетита но а я вот мой супчик закипел и все я пойду тоже кушать его всем привет сегодня 29 июля и я опять шлю вам приветствие со своего балкона ветер на улице не успокаивается жара тоже прошел дождь ночью но уже все высохло сейчас где-то примерно обед и уже все практически высохло как будто дождя и не было вот солнце уже зашло у меня время к обеду так что на улице с этой стороны уже у меня попрохладнее ветер вообще не успокаивается у нас опять очень сильный так моя акация бедная шебуршит вот это у нее плоды засохшие я не знаю это с этого года или с прошлого года вот это когда была буря у меня полный балкон был вот этот вот этих семян засохших вот чуть ли не в ядре высыпало мусора вот такой ветер аж телефон чуть ли не выбивает на улице вышла на балкон собираюсь пойти купить молока помидоры у меня закончились вот такое у меня солнце с утра на балконе просто палево на улице ветер сумасшедший говорят что на погоду влияет полнолуние я про него и не слышала если бы не начала смотреть блогеров то наверное бы и не узнала что полнолуние может влиять на нашу погоду я имею в виду вот в это время ветер видите у меня акация здесь перед окном как она бедненькая вся сгибается сегодня ночью было прохладненько так я хоть поспала а то те ночи было жарко ужас какой то это пустой на улице вообще никого нет еще рамку тоже на работу кто-то кто дома спит пекло стоит люди не хотят выходить на улицу вот я тоже сейчас девятый час хочу сходить посмотреть посмотреть что там наши бабулечки продают и приду буду вязать вот сказала никого на улице нет а там люди повыползали ну все те кто тоже бабулька пошла кто-то идет на работу все пошла сходила на рынок купила картошки у женщины купила 45 рублей стоит килограмм там у мужчины было по 40 но меньше ну прям чуть ли не горох ну я посмотрела такая вроде ничего хорошая картошечка думаю ладно 5 рублей разница куплю по 45 что вы думаете пришла я поставила свалила в мундирах и две карташины выкинула вот не знаю какое то заболевание видимо у картошки и я не думаю что эта женщина не знает что у нее такое такая картошка и люди видите продают все подряд лишь бы только избавиться для еды сохранять им самим конечно эта картошка зачем она нужно сохранять вот у меня будет салатики опять купила помидорчики и огурчики огурчики стали по 50 были по 60 а помидоры как были 60 так и остались еще я купила сметанки сейчас добавлю сметанки вот чесночок зубочек я сюда подавила один огурчик порезала два помидорчика они такие маленькие как сливочки вот сейчас добавлю сметанки посолю по вкусу и буду кушать хлеб у меня нарезной мягенький купила еще полутора литровую бутылку молока за 60 рублей и полкило творога домашнего за 70 рублей вроде на рынке попробовала нормальный творог не знаю завтра хочу сделать с утра сырники ну а сегодня у меня вот такой обед я картошечку почистила говорю уже сварила в мундирах и больше я ее не мочу потому что сейчас прямо с тарелочки буду добавлять салат там есть сок будет с помидор и со сметаной и это будет очень-очень вкусно кто кушает приятного аппетита всем привет сегодня 31 число последний день этого месяца завтра уже август будет и время уже двенадцатый час солнышко у меня зашло и на самом деле сейчас на балконе очень комфортная погода стала здесь ветерочек и как-то прохладнушко можно даже спастись от этой лютой жары я с утра хотела снять влог смонтировать и высадить но у меня немножко не получилось потому что я пока снимала потом пока это все грузилось и позвонила мне дочь в скайп и мы почти час с ней очень 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 радовались скажем так у меня немножко поднялось настроение из-за того что нашему малышу 18 августа только будет полгода и представляете вчера муж дочери научил нашего максика ползать то есть он до этого пытался как-то попу там поднимал на руки там тоже в полусогнутых становился на четвереньки но не мог как бы передвигаться а вчера он его научил руки вперед выставлять и сегодня она показывала мне расстелила на полу одеяло и ложила всевозможные игрушки как он к ним ползал вот становится на четвереньки потом значит как-то там выбрасывает руки и ползает либо наоборот значит попу вверх и вперед по-пластутски лицом где пашет где как-то или руками цепляется за одеяло и подтягивается в общем наш малыш уже ползет вот кто может кто-то не поверит но это на самом деле зачем мне врать это на самом деле есть дети сейчас конечно акселераты я лично в шоке шестой месяц он еще не сидит у нас но уже ползает вот такие детки у меня видите прям настроение поднялось вот ну что давайте я пойду рассказывать вам дальше что у меня произошло в предыдущие дни сейчас сейчас смотрела в интернете погоду и специально пошла зашла после того как с балкона пришла подошла к компьютеру думаю посмотрю сколько же на улице сегодня нам обещает градусов 32 градусов ничего нового я там не увидела потому что опять обещает 32 градуса сейчас якобы 29 ощущается на 24 но я не знаю у меня конечно на 24 никак не ощущается мне очень жарко и тем более что солнце светит все равно крыша нагревается кондиционер пока не включаю пошла искупалась под душем пока свежо пока не высохну вот так вот по поводу моего настроения настроение ноль буду ждать его возвращения когда оно придет не знаю вчера у нас не было практически целый день интернета это такая можно сказать катастрофа как оказалось для меня я уже не помню когда у меня такое было ну пропадал там интернет минут на 15 на 10 ну что почти на целый день я два раза звонила провайдеру как бы все равно как бы то ни было и я вчера выставила свой свой мастер-класс и как бы читаю уже комментарии когда выставляю мастер-классы вот и я как бы привыкла что час повяжу или там сколько-то времени повяжу потом подхожу к компьютеру смотрю что у меня там на почте в одноклассниках в контакте потом смотрю комментарии в яндексе кто что написал смотрю кто что выставил и таким образом у меня проходит целый день и у меня понимаете уже зависимость видимо выработалась или привычка то что как бы с одной стороны когда не было интернета там полчаса час я думаю ну и ладно типа посижу повяжу и как бы посмотрю телевизор вот но вы знаете не тут то было тяга превыше всего и получается что я определенное время повязала пошла посмотрела нету уже прошло больше часа думаю ладно позвоню узнаю что там случилось как бы девушка мне ответила сказала что значит там настройка сервера идет или что то такое типа этого вот ну ладно прошло там сколько-то там два часа три часа ничего никаких движений интернета как не было так и нет и представляете его дали только в восемь часов вечера где-то часов одиннадцать он пропал вот можно сказать что у меня выпал день из жизни потому что я много информации за вчерашний день упустила по поводу того что там же у меня столько писем и всего остального потому что когда это разбирается постепенно это одно а так как все это насобиралось и мне пришлось потратить много времени чтобы ответить всем на сообщения посмотреть письма там отсортировать скажем так и посмотреть видео девочек вот я частично что-то сделала вчера частично что-то сегодня вот и более того самое главное то я то видео эти фильмы свои скачиваю на яндекс диск а он то работает только при интернете вы представляете и я получается досмотрела очередную серию своего фильма который я смотрю смотрю турецкие сериалы не знаю подсела на них и уже вот года два не могу с них слезть постоянно смотрю и мне нравится и не перестает нравиться я вообще не смотрю наши каналы вот эти новости и все остальное фильмы постоянно повторяются новости практически одни и те же ничего нового я не узнаю по крайней мере интересно для себя вот поэтому я вообще не не смотрю новости и у меня плохо показывает телевизор возможно если бы лучше показывал у меня там 60 чем-то программ но они все со снегом и непонятно из-за чего это платно подключать я не хочу смысл если я их практически не смотрю платить за них лишние деньги вот поэтому я смотрю вот турецкие сериалы и очень нравится мне а здесь попала в одну группу вконтакте там еще переводит девушка и индийские сериалы и мне очень нравится ее голос в переводе она так эмоционально переводит вообще и сейчас еще скачала один индийский сериал уже посмотрела тоже несколько то ли 80 серий там они серии маленькие по 20 серий вот и я теперь получается что в перемешку смотрю ну хорошо что вот этот сериал у меня был на флешке так я бы не знаю что бы я делала со скуки бы наверное померла и вот девочки я ощутила что такое быть без интернета когда допустим я была на море да у меня там не было интернета но я то была занята совсем другим делом у меня мысли были направлены совсем на другое и я особо и не замечала что там нет интернета да и если честно как бы там на телефоне у моей родственницы был интернет можно было там в крайнем случае зайти я правда не заходила но можно было бы зайти вот а здесь получается и на телефоне что у меня телефон подключен к моему роутеру и на телефонах нету интернета у меня и я вообще осталась без связи потому что в основном там не пишут ватсапе чтобы это было сейчас уже на второй план всякие смски отошли и звонят мне ватсап в общем я вчера была оторвана от жизни вот что еще я какое-то определенное время опять же про вчерашний день посидела повязала посмотрела видео ну фильм но так как я же говорю что я всегда делаю это все в перемешку мне это быстро надоело все время сидеть около телевизора и просто вязать и я решила проверить свои запасы не то что проверить а пошла думаю ну-ка я посмотрю что у меня там за пряжа на осень потому что у нас разговор с дочерью был о том что надо ей на осень будет связать кофточку такую чтобы не именно зимнюю а такую чтобы если прохладно накинул ее чтобы она была легкая и комфортная и так далее ну я думаю пойду-ка я посмотрю что у меня там пряжа в запасах и что вы думаете я как закопалась в этой пряжи когда она не востребована пряжа я знаю что она у меня есть и я вспоминаю про нее только тогда когда у меня там родилась какая-то идея и так далее но вчера когда я туда зашла я увидела сколько у меня там кусняшек вот самое интересное что вот сейчас кто-то из соседей вышел и более-менее нормально прикрыли дверь но в шесть часов они хлопнули так у меня аж задрожали стены и на кровати я просто подпрыгнула ой я не знаю что мне с ними делать вот просто не знаю как мне дальше жить я опять вот опять в растрепанных чувствах по поводу этого вот как бы я хожу и встречаю и получается что я сдалась им то есть они как продолжали хлопать так и хлопают я это приняла типа вот опять переключилась на них больная моя тема не заживающая рана вот так вот что я у себя там вкусненького обнаружила девочки вот наверное для любой вязальщицы это релакс наверное по поводу того чтобы перебирать свою пряжу значит вот я уже начала для начала хочу хотя бы начать и определиться для себя что я буду вязать дальше и это у меня пряжа ализы ализы cotton gold здесь 330 метров 100 граммах и получается здесь у нас состав 55 процентов хлопок и 45 процентов акрил очень мягкая пряжа и цвет именно такой как передает камера красивые вещи ну по крайней мере я вот люблю такие цвета мне очень очень как бы я только увидела я про нее если честно забыла я покупала ее чтобы связать плед вот малышу племяннику но потом когда я увидела yarnart джинс я приобрела его а этот эту ниточку отложила и благополучно про нее забыла ну вот сейчас она как бы дождалась своего момента и я же говорю что я начала вязать вот такую кофточку начало у меня вот такое может быть я буду вязать круглой кокеткой может быть регланом я пока еще не знаю пока вот сегодня определяюсь что и как я буду вязать я же говорю что вчера у меня вечером было много работы и я поэтому не смогла посмотреть именно какие то у меня выбрана кучу моделей я говорила же что я складываю хотелочки свои в папочке они у меня там лежат и когда у меня возникает необходимость начать какой-то новый процесс я обычно просматриваю и выбираю если честно то я не знаю какими там мыслями я руководствуюсь когда туда накидываю вот эти всякие изделия но через какое-то время я отсортирую половина удаляю почему-то они мне уже через время начинают не нравиться вот что еще обнаружила девчонки не знаю я сейчас смотрю канал я вяжу надежда да или все вяжу надежда и представляете она вяжет вязаные вещи из акрила а я у себя обнаружила вот такое количество сказочного акрила смотрите какой он красивый да расцветки у них вообще необыкновенные я не знаю как ведет себя эта ниточка в в изделии потому что я не вязала из нее вот эту ниточку мне прислала анна из польши вот эту и вот эту а эту вот ниточку это шокерим ниточка некоторые тоже говорят что она очень хороша я внуку вязала из такой ниточки кофточку но мы практически ее не поносили даже ни разу и получается что я не знаю в носке какая она ой вот камера прямо сейчас передает цвета такие как она есть я прям не знаю вот потому что солнечно да и получается что она передает цвета вот это два разных цвета один посветлее другой потемнее вот этот посветлее этот потемнее я вот думаю хочу что то связать тоже с нее понять что из себя представляет вот этот акрил но пока не определилась у меня еще есть вот такой пряжи еще синяя пряжа она голубая даже у меня почти две упаковки осталось потому что я одну упаковочку взяла использовала от нее совсем немножко и у меня еще две синих вот такой такой пряжи аннушка спасибо тебе большое за такую чудесную пряжу я же говорю я еще не пользовалась ей но я вот как бы может быть даже в ближайшее время что то из нее свяжу хотелось бы мне по крайней мере ее попробовать не знаю что буду вязать но что то буду вязать и возможно поделюсь и с вами но у меня же куча всяких разных процессов других я не знаю расплодила этих процессов когда я буду заканчивать закончилась я свою салфеточку вот эту вот бесподобную девчонки какой красивый узор рекомендую вам связать эту салфеточку конечно если ее вязать большим крючком она немного будет другого текстура у нее будет немножко другая но я думаю что цинус тон что я связала вот эту салфеточку крючочком номер один посмотрите какая она бесподобная я не устаю любоваться ей разложила у себя на моем рабочем столе буду сбивать оскому не знаю когда она мне надоест но я вот когда захожу в комнату смотрю на нее и получаю истинное удовольствие от того что вот такая красота необыкновенная я говорю я вот просто кланяюсь тем людям которые создают вот такие узоры это же вот я не знаю машина это создает или человек создает но это же вот как художник рисует картину да у него есть талант дизайнер там какую-то одежду конструирует я тоже в какой-то степени могу себя нести к дизайнерам потому что все свои изделия я помимо того что я где-то что-то увидела я вношу дополнительно свои какие-то штрихи и часто бывает такое что я просто сама вяжу даже не как бы нигде не подсматривая имея в голове определенные какие-то знания вот но вот это вот красота просто я не знаю такая божественная скажем так как вот и скатерть красивая я тоже вот уже сколько времени прошло с того момента как я ее связала мне все продолжает писать сообщение по поводу ее великолепия и я наверное тоже не не устану восхищаться ей никогда вот сегодня с утра тоже посмотрела немножко подзарядилась настроением но до конца но у меня все равно не восстановилась а маргаритка и встречи встречи которая у них произошла думаю весь визуальный мир смотрел прямую трансляцию ну возможно не весь но большинство вот мы как бы давние блогеры которые вяжут выставляют часто свои видео мы как бы следим за деятельностью назову я это так друг друга да и конечно для нас это была новость номер один когда они вот сделали такую визуальную встречу и вышли в прямой эфир не знаю как для кого для меня чуть ли не праздник это был я сидела с открытым ртом смотрела наслаждалась их позитивом их зажигалочками как как они какие они молодцы к слову сказать вот я в их возрасте была такая же ну со временем как говорится всему свое время и я так для себя примерила и думаю вот смогла бы я сейчас вот так зажигать как они да конечно же нет потому что уже возраст не такой здоровье не такое и хотя допустим я такой же эмоциональный человек как они и могу тоже вот так же и веселиться и все остальное но уже здоровье не позволяет вот и сегодня опять посмотрела видео маргариты с утра как они дарили там подарочки и так далее и такая вот радость на душе за них что вот они друг другу подарили такие подарочки что поволновались и деткам и вообще и как они там сидели за столом молодцы молодцы остается только за них порадоваться и пожелать чтобы это у них как можно на дольше продлилась потому что я говорю что у меня в свое время тоже были такие же встречи я уже говорила о том что раньше чат был в мэйле да и у меня там была своя группа в 45 баба ягодка опять и я тоже перезнакомилась с девочками со всего мира и мы в москве устраивали чатовки тогда было модно у нас чуть ли не по 20 человек мы в ресторане или в кафе встречались вот общая общались в этом чате а потом кто откуда собирались в определенный день и я говорю что это непередаваемые эмоции у меня до сих пор имеются фотографии я иногда смотрю еще тогда телефоны только начинались у меня на телефонах на некоторых были сняты видео и они еще в таком не очень хорошем качестве но я оставила их у меня на компьютере есть определенная папочка отведенная для этого дела и я иногда захожу и смотрю и с некоторыми девочками мы до сих пор общаемся полина с сахалина наталья с берцка вот потом кто еще у меня остался с тех пор людмила малышка с томска или с омска или с томска что-то я подзабыла это вот три девочки которые с которыми мы до сих пор не часто но переписываемся с москви раиса тоже как бы мы с ней иногда в агенте переписываемся в общем это душевные такие девочки тоже зажигалочки и я же говорю что вот как бы смотря на прямую трансляцию и на видео этих девочек я тоже поностальгировала немножко тоже такая была организатор сама на себя брала вот эти все организационные моменты не всегда было гладко но тем не менее как бы эти негативные моменты они позабылись а остались только положительные эмоции вот что еще вам сказать то сегодня думала о том делать ли мне видео вязалочки недовязалочки по большому счету у меня из готовых работ только вот эта салфетка и комбинезон первый который я связала второй комбинезончик я связала один рукав второй так еще не довязала но все равно в ближайшее время я довяжу потому что дочь моя приезжает после десятого числа еще впереди у меня 10 дней по-любому я довяжу и доведу его до ума вот я же говорила что я развалочку вяжу его а все остальное у меня все недовязы и получается что готовых работ у меня практически нет а недовязы я и в прямых эфирах показывала и в своих влогах поэтому я думаю что еще раз повторяться не вижу смысла вот и как бы эти два дня что я не выставляла свой влог практически я только вязала тунику бирюзовую вот потом это рукавчик связала на комбинезоне и все остальное время говорю что-то у меня какое-то упадническое настроение мало того что жара и тут я как бы немножко консервации занимаюсь то вчера затеялась с этим перебором пряжи не знаю наверное часа два-три я потратила но зато какую я получила цветовую терапию девочки еще раз семь кто смотрит меня кто прислал посылочки я очень-очень вас люблю благодарю и низко-низко вам кланясь за то что вы прислали мне всю эту пряжу и конечно там есть и мои запасы но большинство это то что прислали и естественно я буду эту пряжу извязывать и буду выставлять мастер-классы мне как бы все больше и больше подписчиков присоединяется у меня с шестьдесят две тысячи подписчиков на канале и меня это радует очень сильно потому что как бы тоже опять же все как на духу и по-честному скажу у меня шло соревнование такое негласное с Татьяной Кельмяшкиной и у меня всегда был с ней разрыв пять тысяч я постоянно смотрю Татьяну Кельмяшкину и многие знают ее если не большинство вот и я слежусь за ней с первого дня создания ее своего канала вот и у меня всегда с ней был разрыв пять тысяч а сейчас мы с ней почти сравнялись и меня это радует почему потому что ну как бы возможно это своего рода соревнование раньше вы помните как в былые времена значит план на пятилетку да и ты должен значит его выполнить у меня был своего рода такой план догнать Татьяну Кельмяшкину мне тоже она очень нравится такие все позитивные видео бесподобные видео она всегда тоже с хорошим настроением всегда у нее там шутки прибаутки если допустим она там обзорное видео делать своего изделия то допустим мы я говорю рукава она называет рукавочек ну это своего рода такой у нее имидж да повествование ну мне это нравится и я думаю многим это нравится вот значит опять же с утра сегодня я посмотрела видео Ирины Мусиной Ира открывала когда-то давно канал и что-то он у нее не пошел и она его взяла удалила хотя и у нее было очень много таких хороших видео я следила за ней тоже смотрела все ее видео она довольно таки нормально повествует и голос у нее приятный вот а сейчас она вернулась открыла свой новый канал и тоже как бы снимает я ее всеми силами поддерживаю потому что мы с Ирой общались и через почту и здесь на ютубе в комментариях мне близок этот человек по духу по жизненным скажем перипетиям и ну в общем как бы интуитивно я думаю что это хороший человечек вот и я призываю подписывайтесь на канал Ирины поддержите ее ссылочку я оставлю под этим видео конечно если вам не понравится вы можете не подписываться и не смотреть видео но как бы если вы смотрите мои видео возможно вам понравится и канал Ирины потому что она хочет развивать его может быть у нее не будет МК таких как у меня но у нее очень много болталочек интересных вот и тот кто вяжет и смотрит такого рода видео возможно вы и подпишитесь на канал Ирины вот вчера я еще купила тунисский крючок полезла в свои закрома я уже говорила что я покупала Ализе Дива для того чтобы связать юбку дочери и купила Ализе Дива но не то но когда я туда заглянула у меня есть такая специальная сумочка где у меня лежат прямые спицы и крючки то низкие длинные и обнаружила что у меня есть крючок два два с половиной а крючка три нет но я хочу попробовать связать именно так как говорит Надежда я же уже говорила почему мастер классу я хочу связать эту юбку тунисским крючком я вязать умею только единственное что конечно мне я вот все вязала и юбку спицами вязала но немножко другого силуэта скажем так вот а я хочу именно такую тунисским крючком связать и буду вязать именно по мастер-классу надежды я нет все вяжу у нее канал называется все вяжу черточка нижнее подчеркивание и надежда очень много интересных красивых вещей у нее и мне если честно хочется связать все но надежда гораздо худее меня она больше по комплекции подходит на размер дочери и вот как бы я что-то свяжу из того что связала она себе и возможно мне тоже пригодится ее мастер-класс конечно расчеты у меня будут свои потому что обмеры у меня совершенно другие чем у нее она же там рассказывает какие размеры у нее того что она связала но у меня немножко габариты побольше скажем так поэтому рассчитывать мне придется все равно под себя и уже вот уже неоднократно говорилось на эту тему что даже мы вязальщицы создавая свой мастер-класс я лично знаю что стопроцентная одинакового человека не может быть и как бы все равно рассчитывать приходится под себя начинающие этого не понимают что они не свяжут один в один и где-то что-то все равно будет отличаться у кого-то обмер груди не соответствует у кого-то обмер бедер у кого-то талии у кого-то рост свой и так далее но вот уже вот сколько приходят комментариев что-то такое последнее время такой шквал вот что за мастер-класс вы создали что я не могу на себя связать 150 раз уже перераспускаю а ведь в мастер-классе я сказала что вы вяжите образец и рассчитывайте под себя более того что я же всем рассказываю как я вяжу образцы и все есть такие люди которые не любят вязать образцы ну извините меня что ж тогда какие претензии ко мне если бы вы связали образец и рассчитали именно по тому расчету который я вам предлагаю у вас бы не было проблемы вы бы не распускали 150 раз как вы мне пишите потом в комментариях вчера мне написала тоже одна девушка что вот у вас там такие несовпадения со схемой и так далее уже который раз говорю схему я вам прилагаю хотите вяжите по схеме но я всегда во всех своих изделиях добавляю свои коррективы и я об этом говорю поэтому если вы хотите вязать по схеме вяжите по схеме если вы хотите вязать со мной вяжите пожалуйста со мной конечно возможно это видео они не смотрят те кто как бы присылает мне такие претензии благодарных людей гораздо больше и это видно по видео которые я создаю о ваших замечательных работах сколько людей связала уже платьев туник скатертей пледов самая большая моя радость при том когда я получаю фото и вижу что люди вяжут такие шикарные скатертя и пледы потому что платье как бы ну да там кокетку вывязал а потом уже вяжешь дальше один и тот же рисунок как бы тут я лично считаю что это не так уж и сложно но вывязать скатерть особенно скатерть красивую скатерть ассорти вывязать пледы которые у меня на канале например баварской вязкой такой огромный плед плед вы знаете у меня даже дух захватило когда я посмотрела когда девушка мне прислала и значит я увидела эту красоту у меня прям захватило плед и вот я такое такие эмоции испытала еще когда вперед мне прислали фотографию когда плед связали из квадратов с листиками у меня есть диванные подушки да и я точно такой же плед вязала на заказ но как вязать плед я не снимала а именно рассказывала в мастер-классе как я вязала подушки и как вязала этот узор а плед как бы ну само собой подразумевалось ну и он очень сильно большой был и как мне было снимать ну тогда это еще было очень давно сейчас бы возможно я бы и сняла тут вопросов как бы нет а тогда для меня это было сложновато у меня штатива не было такого как сейчас и у меня опыта столько съемок не было как сейчас вот и я тогда тоже я как помню вот получила эти фото у меня такие эмоции захлестывали меня какие молодцы люди что вот по моему мастер-классу снимает такие шикарные работы и присылают мне фото просто вот им не просто пять а пять с плюсом и золотая звезда вот наверное на этой ноте я закончу свою такую соляночку да и я хочу как всегда пожелать вам хорошего настроения скорее бы нормализовалась у нас погода я смотрю других блогеров они тоже пишут все жарко алина вяжет вот сегодня тоже я смотрела ее с утра видео тоже пишет что очень жарко я вот как вареная квашня в такой жаре вот и хотелось бы конечно вам пожелать здоровья вам и вашим близким творческих успехов и воплощение всех ваших идей а также присылайте мне фото ваших работ те которые вы выполнили чтобы вы меня подзаряжали на создание новых мастер-классов для вас вот и до новых встреч до новых видео с вами была Ирина опять замочила огурчики которые буду малосолить и под видео прошу вас написать мне кто как малосолит огурчики потому что рецептов конечно много вот я не знаю некоторые говорят что малосолит с горчицей если кто-то малосолил с горчицей напишите пожалуйста мне под видео рецепт видео мое сейчас скоро уже выйдет а я где-то к вечеру буду это все дело малосолить я думаю кто-то да напишет какой-то рецептик девчонки еще у меня к вам просьба у меня нашествие тараканов я не знаю что мне уже с ними делать я не оставляя на вечер никаких продуктов у меня вот стоят на столе видите даже вот здесь вот это я сейчас перебирала и потом этот пакетик выкину у меня практически и мусора то нет потому что ну что я там вы видели литровую кастрюльку себе сварю там супа что-то такое так оно у меня все в холодильнике находится и когда я допустим что-то приготовлю я вот такой пакетик положила и сразу у меня даже большого ведра нету у меня столько мусора нету я вот сюда бросила все сразу у меня мусорка на пол этажа ниже я сразу вынесла у меня мусора вообще нет но столько маленьких тараканов я ночью проснулась я же говорю я вчера легла в первом часу и где-то часов два может в третьем я проснулась попить воды проснулась от того что хочу пить ну потому что жарко я все равно ночью потею и все и я проснулась от того ой верни зашла на кухню а здесь киши тараканов вы не представляете и вот ну у меня вот я сейчас вытянула картошечку хочу еще раз сварить это вот кофе попила тоже сейчас помою вот как бы видео будет грузиться я помою у меня здесь даже грязного ничего нет вот перекипятила суп здесь все вот чистое у меня и и этот газовая печь я ее все время сразу же приготовила сразу протерла ничего у меня лишние продукты нигде не валяется ничего откуда они у меня берутся эти тараканы я не знаю и к чему я это все говорю вы уже неоднократно мне всякими советами помогали напишите пожалуйста может у кого-то есть действенный рецепт кто уже боролся с ними и это помогало я вчера уже купила вот такой фаз здесь написано что тараканов можно ими травить хочу у меня борная кислота или как это называется с яйцом я везде помазала но не помогает это уже все я не знаю сейчас вот дети после десятого часа приедут еще может быть съездим санэпидемстанцию возьмем отраву но я не могу жить с такими насекомыми сегодня на обед у меня плацента которую я готовила неделю назад но я уже рассказывала что я готовлю затем вложу в морозилку и как бы потом когда захочу вытягиваю вот сейчас я вытянула и видите на сухой сковороде я ее подогреваю или обжариваю повторно можно сказать и так плаценты это вот такие конвертики они есть и вертуны из вытяжного теста делается конечно приложить усилия к ним нужно но очень вкусные у меня с капустой и с творогом я не знаю какой сейчас попался какая плацента попалась это молдавское блюдо назовем так но я очень полюбила его и часто делаю вот как бы кажется что это сложно но на самом деле это не так уж и сложно делается очень много информации по плацентам в интернете те кто ведут кулинарные блоги вы можете прям бить готовим плаценту обычно я так вбиваю поисковик и очень много вам рецептов выскочит с ее приготовлением вот суп я вот подогрела сейчас покушаю суп и потом эту плаценту чай уже я приготовила как говорила вот огурчики у меня там уже мочатся сейчас я подожду пока вы напишите мне свои комментарии возможно почему-то рецепту я замолосулю огурчики с подожду подожду Продолжение следует...